Мы самостоятельно доехали до горы Тако, едем на такой специальной машинке. Вот это канатка. Нас маленькая машинка довезла до вот такого небольшого парка. Мы так поняли, что это все года, в которые мы родились. Всем большой-большой привет. Мы с вами приехали на гору Тако. Здесь достопримечательность лежащей Будда и очень красивый парк природы. Приехали мы на эту экскурсию сами. Не захотели мы ехать с местным агентством, решили покататься, посмотреть Вьетнам. А как мы это сделали? Я буду проходиться по территории и немножко вам показывать, что, где и как. Ну, совсем-совсем чуть-чуть. Сейчас, смотрите, мы взяли такси от нашего отеля, договорились заранее на то, что мы проедем 53 километра. От нашего отеля именно такая цифра. От нашего отеля 53 километра. И мы договорились с таксистом, что он как бы мимо счетчика нас провезет за 900 тысяч донг туда и обратно. Чтобы вы понимали, сейчас на счетчике у таксиста 735 в одну сторону. Я надеюсь, что он сдержит свое обещание и все будет хорошо. Значит, мы приехали сюда сами. Ехали мы с счетом транспортного движения и того, что по городу они не едут очень быстро. Много мопедов. Ехали мы, ну, где-то около полутора часов. Приехали. Значит, на кассе мы взяли комплексный билет, чтобы был вход в парк двойной. И на фуникулер, на канатную дорогу к самому Бузе. То есть это обошлось там 250 тысяч донг. Мы прошли... Сейчас я чуть-чуть попробую повернуться. Ну, очень будет удаленно. Мы прошли парк с... Вон он как раз сзади меня. Вот там вот, а-б-а-б-а. Парк с годами, в которые мы родились. И сейчас у нас вот такая с вами... Вот такая у нас с вами здесь полянка, где... Вот такие вот фламинго. Естественно, они все неживые. Но выглядят очень красиво и очень живописно. Там сзади прудик. Ребят, мы дошли до пункта назначения. Мы нашли канатную дорогу. Ура! На подъезде мы сомневались, что это именно это место. Ну вот мы сейчас поднимаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вышли с подъемника. И свернули налево. Проходим по вот такой вот... По вот такой вот дороге. И мы идем вперед. Возле подъемника можно купить сувениры. До подъемника можно было купить воду. Фруктовый коктейль. И вот мы почти пришли к пагоде. Еще два поворота, и мы возле пагоды. Ребят, мы поднялись вот оттуда, вот там, где статуя. Фу! Там, где статуя, мы поднялись по достаточно крутым ступенькам. И хочу отметить, что это еще не Вуда. Это мы просто прошлись от основного подъема вниз. И дошли здесь. Сейчас покажу. Вот такая вот пагода. Внешне, конечно, пейзажно все очень красиво. Внутри я особо снимать не буду. Все-таки святыня. Ну, вот так вот загляну. Здесь такой очень специфичный запах. Не знаю, там чего-то ладана, может быть. Тут долго стоять не могу. Но вокруг, конечно, красота нереальная. Ребят, мы пытаемся идти на пагоду. Там, где у нас именно спящий Будда. Как сказали, нам уже туристы. Это 330 ступенек. Так что запаситесь салфетками влажными, водой. И вообще здесь, в принципе, очень жарко. Поэтому по солнцу идем. Крем от загара. И удобная одежда, обувь должны быть на вас. Мы пришли к сооружению, к которому так стремились. Все, конечно, очень красиво. Но дальше наступает облом. Пока мы не нашли лежащего Будду. Нашли только вот такого. В нескольких экземплярах. И вот там. Здесь какие-то ведутся реставрационные работы. Очень пахнет цементом. Посмотрим, может быть, дальше есть какие-то еще ступеньки. Ребят, мы уже частично дошли. Все, мы поняли. Принцип. Значит, это три статуи. О, простите, пожалуйста, мою одышку дикую. Благополучие и состояние две статуи. Третья, к сожалению, я не помню, что это за статуя. Здесь открывается потрясающий вид. Значит, идем мы вот от этой пагоды, которую я фотографировала, вам снимала на видео, что она на реставрации. Мы поднимаемся еще по таким каменным, типа джунглям вверх. А Будда еще выше. Вот там сбоку ступеньки. И нам надо будет преодолеть эти ступеньки. О, поздравьте нас, мы дошли. Вот все, что вот это белое, это все... Это все лежащий Будда. Дикий звук, я прошу прощения. Или это цикада стрекочет, или это работает какая-то техника реставрационная. О, какой же он большой. Посмотрите. Возле Будды есть такая небольшая статья, в том числе на русском языке. И в итоге, после строительства, статуя была завершена в 1966 году. И длина ее 49 метров. Она символизирует 49 дней медитации и 49 лет проповеди юридических существ. Высота 11 метров. Мы возвращаемся уже от лежащего Будды. Мы поднялись очень много ступенек. Мы сфотографировались со всеми Буддами которых, и вообще со всеми достопримечательностями, скажем так, которые встретились нам на пути. Очень красиво здесь пейзажи. Такие обалденные, что просто душа радуется. Вы никогда не пожалеете, что сюда приехали. Неважно, с гидом, без гида. Да, трудно подниматься по ступенькам, не спорю. Но потом вы с такой легкостью спускаетесь. Получается такое моральное удовлетворение. Очень советую. Еще раз напоминаю о том, что здесь очень жарко. Не забываем удобную обувь. Одежду желательно понатуральней. И средства защитные от солнца. Конечно же, солнечные очки. Друзья, путешествуйте больше. Расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by Субтитры сделал DimaTorzok